МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работы идут по графику, а по некоторым позициям с опережением. Вопросы строительства областного детского хирургического центра обсудили на совещании с губернатором. Актерское мастерство, танцы и угощения для детей Донбасса выступили студенты Ростовского-на-Дону филиалов ГИК. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ростовская область на 100% обеспечена продовольствием. Даже ажиотажный спрос на сахар фактически под контролем. Склады торговых сетей буквально доверху заполнены социально значимыми товарами, в том числе с сахаром. Его запасов хватит как минимум на 20-30 дней, а на оптовых базах на 50 дней. Подробности в нашем следующем сюжете. Массовое исчезновение сахара с прилавков магазинов никак не связано с дефицитом товара у поставщиков и производителей. Каждый день с четырех заводов поступает на предприятие около 500 тонн сахара. Конкретно это оптовое и фасовочное предприятие ежегодно отгружает 420 тонн сахара для федеральных сетей и около сотни тонн в локальные магазины. Безусловно, увеличился спрос на нашу продукцию. И, собственно, мы увеличили поставки на региональные магазины и на локальные сети. С федеральными сетями быстро увеличить объемы не получается, потому что от заявки до исполнения контракта происходит около двух недель. Кроме того, из-за повышенного спроса имеются трудности с темпами фасовки и подготовки продукции для поставок в торговые предприятия. И все же компании удалось нарастить мощности. Как результат, даже в распределительных центрах склады заполнены. И речь не только о сахаре. У поставщиков мы знаем стабильное производство и объемы, и запасы. Мы не фиксируем каких-то сбоев по графикам, по объемам. Мы все получаем своевременно. Тут же доставляем в магазин. Если говорить о категории фреш по срокам годности, это примерно неделя-две из-за сроков годности. Если говорить о сухом складе, вот как сахар, гречка, соль. Запасы на 20-30 дней на распределение у нас. Примерно такие же запасы и в распределительном центре российской сети гипермаркетов. Отсюда товары отправляются во все регионы Южного федерального округа и Северного Кавказа. Объем поставок не изменился. А вот сам спрос на сахар и другие товары долгого хранения вырос. В некоторые дни потребление сахара увеличилось в 9-10 раз. Покупки в торговых сетях. Если обычно 20 тонн мы развозим по всему региону, то в пиковые дни до 180 тонн закупалось сахар. Сейчас потихоньку это все снижается. По ценам на 11-е число Росстат дает рост по сахару на 9%. Сейчас розничная цена средняя по области 62,5 рубля примерно. Причем такая тенденция наблюдается во многих регионах страны. Чтобы товара хватило всем, несмотря на запасы, некоторые сетевики приняли решение ограничить отпуск во дни руки. А федеральное правительство запретило экспорт сахара. Роман Саганов, Владимир Савилов, Дон-24, Оксайский район. Без молока, а следовательно молочной продукции тоже не останемся. В сложившихся условиях особое внимание к сельскому хозяйству страны как одному из ключевых направлений импортозамещения. Донские фермеры и до этого чувствовали поддержку государства и региона. Сейчас готовы увеличивать и объемы производства, и темпы работ. Эта ферма именно такая, какой принято считать настоящую семейную ферму. Почти 30 лет назад ее создали родители. Их дети выросли и сегодня пришли на смену. В хозяйстве полторы тысячи гектаров пашни. Иван в семейное дело вернулся после окончания аграрного вуза и приступил к развитию животноводства. Программа поддержки сельского хозяйства и развития животноводства на селе давались гранты. Я участвовал в этой программе, получил грант в 2014 году. На то время это было полтора миллиона рублей. Но этого как бы хватало для открытия. Тем более корпус, все было. Были и есть свои корма, что в этом деле особенно важно. Со временем появился опыт работы с животными. Для выпаивания телят держали дойных коров. Лишнее молоко продавали. Так и возникла идея создать свое молочное стадо, в котором сегодня уже 130 буренок. О надоях говорить пока не торопятся, так как держат для изучения разные породы. И получать молоко от всех коров здесь начнут только в этом году. Поголовье в основном молодое. Но увеличивать производство уже планируют. Инвестировать в эту отрасль сегодня не страшно. Министерство очень сильно помогает. Вот эти последние 7-8 лет финансируют, выделяются деньги, возвращаются за телят, за корма. В этом году построили новый доильный зал «Елочка». Он немало денег стоит. И 30% государства вернуло в течение полугода. Поэтому активно развивать фермерское хозяйство в планах и у других сельхозпроизводителей Татцинского района. Четыре семейных животноводческих фермы. В 2022 году мы уже готовим пакеты документов. Собираемся подать в Минсельхозпродобласти, что позволит привлечь не меньше 70 миллионов рублей инвестиций вот именно по этому направлению. И поголовье увеличить где-то около 300 голов. А это еще один пункт российского импортозамещения в станице Татцинской. Заготовители молока заканчивают оснащение нового цеха по переработке. Будут делать сырые, сливочное масло. Объем производства в день – 40 тонн молока, закупленного у татцинских фермеров и владельцев личных хозяйств. Заготовителям это повысит рентабельность их работы, а они, в свою очередь, повысят для владельцев дойных коров закупочную цену на молоко. Строительство областного детского хирургического центра инновационных технологий, начавшееся в прошлом году, должно быть продолжено. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев на совещании с участием глав областных ведомств, курирующих объект, строителей и руководства больницы. Подрядчик центра сообщил, что строительные работы идут согласно графику, а по некоторым позициям – даже с опережением. Первый этап планируется завершить к концу 2023 года. По словам специалиста, подготовительные работы практически завершены. По данным Минстроя региона, в областном детском хирургическом центре общей площадью более 50 тысяч квадратных метров будет 405 коек для пациента в возрасте до 18 лет. В новом помещении разместят лаборатории, отделение функциональной диагностики, аптеку и гостиницу для временного пребывания родителей. Прием пациентов начнется после завершения строительных работ и оформления необходимых документов, предположительно, в 2024 году. Более 3,5 тысяч потреб услуг ежегодно оказывают жителям Донского региона. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров в ходе совещания Межведомственной комиссии по защите прав потребителей. На сегодняшний день Ростовская область входит в тройку лидеров-субъектов по уровню поддержки населения в сфере услуг. Предусмотрены различные форматы работы, которые включают в себя информирование граждан, проведение открытых уроков в образовательных учреждениях, семинаров, распространение социальной рекламы и тематические встречи. Департаментом потребительского рынка региона совместно с Роспотребнадзором общественными организациями создана система целая по защите прав потребителей в Ростовской области. Она включает в себя и общественные приемные. В этой сфере в регионе занято порядка 42 тысяч специалистов, 13 тысяч предприятий. Это отрасль, которая, конечно, делает настроение для всего населения. Отмечу, что на этой неделе в России отмечают День работников бытового обслуживания населения. На данном лучших в своем деле наградили от лица губернатора Ростовской области Василия Голубева. Работникам сферы потреб услуг приходится выполнять самые разные задачи. Мы помогаем составлять исковое заявление, если человек обращается к нам с просьбой, если приобрел некачественный товар или ему оказана какая-то некачественная услуга. Мы стараемся нести информационную миссию. То есть мы в любом случае стараемся на своих страничках, в встречах с людьми их просвещать на тему их прав и обязанностей. Мы также работаем с молодым поколением. Я понимаю, что сейчас сложные времена, но мы во всеоружии. Мы готовы к импортозамещению. У нас есть оборудование, у нас есть преподавательский состав отличный. У нас есть дизайнеры, которые имеют награды международные. Поэтому вперед! Для повышения оперативности и доступности оказания правовой помощи потребителям работает телефон горячей линии и создан интерактивный портал, где можно получить информацию и составить претензию. Ростовская испытательная пожарная лаборатория отметила 65 лет со дня своего образования. Сегодня это подразделение оснащено современным техническим оборудованием. 24 высококвалифицированных специалистов работают над решением самой сложной задачи – определения причины пожара. Отобрать специально из этой зоны образцы, которые могли послужить. То есть это либо какие-то электротехнические объекты, либо это остатки инсификаторов горения, если был поджог. И уже в лабораторных условиях с помощью специального оборудования аргументированно доказать ту или иную причину пожара. Ежегодно специалисты лаборатории расследуют причины более чем двух с половиной сотен пожаров. Это наиболее сложные случаи чрезвычайных происшествий. В фотоархиве хранится немало экземпляров, которые собирают с 1959 года. Современная работа пожарно-спасательной лаборатории – это целый комплекс различных научных методов, которые позволяют за короткий период определить очаг и причину возгорания. Этюды, игры и танцы. Студенты ростовского филиала в ГИК выступили для детей вынужденных переселенцев. Концерт прошел в ПВР на левом берегу Дона. Ребята поиграли с аниматорами, а затем студенты актерского курса показали свое умение обживаться в различные роли. Первый блок у нас – животные. Вы сможете увидеть обезьян, львов, собаку. Мы пытались найти какие-то черты, которые можно перенять к себе и показать какому-либо персонажу. Также мы наблюдали за людьми на улицах, брали тоже какие-то привычки, интересные походки и тоже это покажем сегодня. А студенты отделения среднего профессионального образования перевоплотились в персонажи классики советского кино и показали всеми любимые сцены. Это те фильмы, которые любят все, которые смотрят все. Они проверены временем в первую очередь. Это классика. Поэтому ее можно рассказывать, показывать взрослым детям. Всем будет нравиться. Директор филиала отметил, что переселенцы для Дан Чан – близкие люди. Поэтому и концерт назвали «Своих не бросаем». На этом пока все. Еще больше новостей в наших социальных сетях и на сайте don24.ru. В студии была Ася Скрыникова. До встречи.